Говоря о Солнечной системе, очень часто мы представляем себе стандартную картину, на которой изображено Солнце и восемь планет. Однако в действительности наша система имеет намного больший размер, и количество небесных тел, которое в ней находится, превышает все мыслимые пределы. Отдаляясь от Земли, мы все чаще встречаем объекты, свойства которых узнать уже не так просто. И одним из таких является кандидат в карликовые планеты Орк, который находится в таинственном поясе Койпера. Пояс Койпера – это область Солнечной системы, которая начинается от орбиты Нептуна и продолжается примерно до отметки в 55 астрономических единиц от Солнца. Во многом он похож на пояс астероидов. Однако в отличие от него пояс Койпера в 20 раз шире и примерно в 100 раз массивнее. В основном он состоит из малых тел, то есть из материала, оставшегося после формирования Солнечной системы. И в отличие от объектов пояса астероидов, небесные тела пояса Койпера состоят главным образом из летучих веществ, таких как метан и вода. В этой области находятся по крайней мере четыре подтвержденные карликовые планеты. И именно среди них был обнаружен Орк. Данный объект был открыт 17 февраля 2004 года американскими астрономами Майклом Брауном, Чедвиком Трухилья и Дэвидом Рабиновичем. Ученые обнаружили его на архивных снимках, которые были сделаны еще 8 ноября 1951 года. Это небесное тело представляет из себя крупный транснептуновый объект, который можно отнести к типу Плутина. Кроме Орка к данному типу относятся также Плутон, Иксион и Гуиа. Такие небесные тела находятся в орбитальном резонансе 2 к 3 с Нептуном. И это значит, что за время двух оборотов Плутины вокруг Солнца Нептун делает три обороты. Максимальная удаленность Орка от Солнца составляет 48 астрономических единиц, а максимальная приближенность равняется 30 астрономическим единицам. Диаметр Орка предположительно равняется 946 километрам, что составляет почти 40% от диаметра Плутона. Температура на его поверхности достигает 229 градусов по Цельсию. Во многом определение всех характеристик Орка зависит от информации об его спутнике, который был обнаружен в феврале 2007 года. Его открытие также совершил Майкл Браун, а сам объект получил название Вант. Спутник совершает полный оборот вокруг Орка за 9,5 дней и находится от него в 9000 километрах. Считается, что Орк и Вант синхронизированы, то есть повернуты друг к другу одной стороной, точно так же, как Плутон и его спутник Харон. Орбита Ванта является практически круговой, а его диаметр составляет примерно 280 километров. Впрочем, этот параметр, так же, как и для Орка, является не до конца определенным. Но масса Ванта может достигать от 3 до 7,5% от суммарной массы обоих объектов. Данный спутник находится на очень малом расстоянии от Орка, которое равняется примерно 9000 километров, и поэтому состав его поверхности не может быть спектроскопирован. Однако существует предположение, что Вант мог быть захваченным небесным телом из пояса Койпера. Суммарная масса Ванта и Орка равняется 3,8% от массы одной из наиболее массивных известных карликовых планет – Ириды. Но то, как эта масса распределена между Орком и его спутником, зависит от соотношения их размеров. Исследование спектра Орка показало самое сильное поглощение сигнала водным льдом среди объектов пояса Койпера, не входящих в семейство Хаумеа. Похожий спектр наблюдается также и у крупных спутников Урана. Среди прочих транснептуновых объектов больше всех на Орк похож спутник Плутона – Харон, так как у них обоих имеется похожая плотность и замечено наличие водного льда на поверхности. Спектр Орка сильно отличается от других транснептуновых объектов. Например, у Иксиона красный цвет в спектре выражен, а инфракрасный наоборот – слаб. А видимый спектр Орка имеет нейтрально слабый цвет. Дальнейшие же исследования Орка в инфракрасном спектре подтвердили наличие на нем водного льда и углеродистых компонентов. По параметрам его орбита напоминает орбиту Плутона и довольно близко подходит к орбите Нептуна. Однако большой угол наклона не позволяет этим объектам приблизиться друг к другу. И за последние 14 тысяч лет расстояние между Орком и Нептуном ни разу не было меньше 18 астрономических единиц. Период вращения Орка вокруг оси пока что точно неизвестен. Фотометрические исследования дают большой разброс – от 7 до 21 часа. Поверхность этого объекта относительно яркая. Лёд на ней обнаружен преимущественно в кристаллической форме, которая может быть связана с криовулканической деятельностью. Также на Орке могут присутствовать и другие соединения, такие как метан или аммиак. Стоит отметить, что до сих пор аммиак не был обнаружен ни на одном транснептуновом объекте или ледяном спутнике, кроме Миранды. А модели внутреннего нагрева с помощью радиоактивного распада предполагают, что Орк может поддерживать внутренний океан из жидкой воды. Наличие кристаллического водного льда и, возможно, льда аммиака свидетельствует о том, что в прошлом на поверхности Орка действовали так называемые механизмы обновления, одним из которых может быть именно криовулканизм. Возможно, что когда-то на Орке произошло единственное извержение, которое превратило аморфную воду в кристаллический лёд. Если же говорить об истории формирования этого небесного тела, то она до сих пор вызывает множество вопросов. По мнению астрономов Эмми Бар и Меган Швамп, Орк мог образоваться в результате столкновений на низких скоростях с другими объектами. Кроме того, также до сих пор остаётся неясным, к какой группе можно окончательно отнести это небесное тело. И на данный момент Орк называют только кандидатом в карликовые планеты. Кроме данного небесного тела науке известно как минимум 40 таких же обнаруженных кандидатов. И по предварительным расчётам количество ещё не открытых возможных карликовых планет во всей Солнечной системе может превышать 2000. Число официально признанных карликовых планет сегодня равняется шести. К ним относят Цереру, Гигею и транснептуновые объекты Плутон, Ириду, Маки-Маки и Хауме. А если бы вы хотели, чтобы я рассказал и про эти небесные тела поподробнее, пишите об этом в комментариях. Для того, чтобы Орк можно было отнести к списку подтверждённых карликовых планет, его характеристики должны соответствовать определённому описанию. А именно, астрономам потребуется доказать, что Орк вращается по орбите вокруг Солнца, имеет достаточную массу для того, чтобы поддерживать близкую к сферической форму, не является спутником какой-либо планеты и не может расчистить район своей орбиты от других объектов. И на данный момент Орк занимает четвёртое место в списке наиболее вероятных карликовых планет, уступая лишь таким небесным телам, как Гунгун, Квавар и 2002 МС-4. Первый из них, Гунгун, представляет из себя один из крупнейших транснептуновых объектов, который был открыт 17 июля 2007 года, группой Майкла Брауна. Его диаметр предположительно равняется 1535 километрам. Масса на 75% больше массы Цереры и лишь немногим больше массы Квавара. А на его орбите на расстоянии в 15 тысяч километров находится спутник Сян-Лю диаметром в 300 километров. Квавар также представляет из себя транснептуновый объект, который можно назвать одним из крупнейших в поясе Койпера. Как и Гунгун, его открытие было совершено группой Майкла Брауна в один год с обнаружением 2002 МС-4. Диаметр Квавара оценивается примерно в 1100 километров. А на его орбите находится спутник Вейвод с диаметром в 74 километра. Третий, наиболее вероятный кандидат в карликовые планеты под названием 2002 МС-4, предположительно имеет диаметр около 930 километров. Все эти небесные тела вместе с Орком можно назвать довольно большими для пояса Койпера объектами, и по своим характеристикам они очень напоминают именно карликовые планеты. Из чего можно сделать вывод, что вполне вероятно, очень скоро один из этих объектов официально приобретет данный статус. И велика вероятность, что новой карликовой планетой в Солнечной системе станет именно Орк. Ну а пока этого не случилось, данное небесное тело остается для нас неразгаданной тайной, основные секреты которой нам еще только предстоит узнать.